Сегодня я увидел, что уровень Нижнего Тагила гораздо выше многих других городов, не только в области, но и в федеральном округе. Здесь есть очень хорошие результаты и положительные изменения в разных сферах. Есть движение вперед. Отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Во дворце имени Окунева полпредправил совещания. Тема – экологические проблемы Нижнего Тагила и механизмы их решения. Нижний Тагил включен в майский указ президента, как территория, требующая первоочередных мер по снижению негативного действия на окружающую среду. Экологическое состояние основного источника питьевого водоснабжения, черноистои Чеченского водохранилища, требует принятия незамедлительных мер по ее реабилитации. Решение этой проблемы указывал глава государства во время своего визита в Нижний Тагил в марте 2018 года. Губернатор Евгений Куйвышев доложил, работа по улучшению экологической ситуации в Нижнем Тагиле отвечает задачам, обозначенным в майском указе президента. Благодаря совместным усилиям и действиям региональной и местной власти удалось выработать реальные механизмы решения экологических проблем Нижнего Тагила, которые накапливались годами, десятилетиями. Так, администрация Нижнего Тагила совместно с руководителями промышленных предприятий города, о которых вы говорили, это Евраз, это МК, это Высокий Борский ГОК, это Муровольный завод, разработан комплексный план мероприятий по снижению выброса загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в воздухе до 2024 года. Мэр Владислав Пинаев рассказал о конкретных действиях, которые предпринимает муниципалитет для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшения качества питьевой воды. Совместно с правительством Свердловской области подготовлено и заключено концессионное соглашение в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил. В составе новый полигон твердых коммунальных отходов, мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тысяч тонн, комплекс по выделению твердых коммунальных отходов и снежных масс, собранных с мест общего пользования, снегоплавильная установка, 191 площадка, новая площадка накопления твердых коммунальных отходов, два существующих полигона, подлежащих реконструкции и предназначенных для осуществления деятельности с последующей рекультивацией. По состоянию на февраль 2019 года мероприятия находятся на стадии изыскательских работ, осуществляемых акционером обществом обл. коммунэнерго. На участке выделено построительство мусоросортировочного завода, расположено прямо на территории, точнее сопрягающей территории уже существующего полигона, что нам позволит беспрепятственно начать рекультивацию после запуска своего старого полигона. Владислав Пинаев сообщил о работе по реабилитации Черноисточинского водохранилища и реализации концессионного соглашения. В 2018 году администрация города была разработана и согласована с рабочей группой при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства конкурсная документация на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил. На сегодняшний день конкурс размещен. Окончание приема заявок 28 февраля. Срок определения победителя открытого конкурса 28 июня 2019 года. В рамках концессионного соглашения планируется строительство станций подготовки питьевой воды западная мощностью 70 тысяч кубометров в сутки и южная мощностью 60 тысяч кубометров в сутки. Также мэр доложил об участии Нижнего Тагила в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В ближайшие шесть лет в городе будут отремонтированы 125 автомагистралей. На это будет выделено более 3,5 миллиардов рублей. Мэр отметил, документы по строительству моста через пруд сейчас находятся на госэкспертизе. Согласно логистическим исследованиям, в результате реализации проекта транспортные потоки в центральной части города сократятся более чем на 40%. Все меры по развитию дорожной сети позволят сократить время простоя в пробках, ускорить передвижение по городу и обеспечить снижение выбросов от автотранспорта.